Космос может, звездное небо может нам помогать. Какие еще, например, примеры? Кометы. Есть вырезки газет, сохранились сообщения начала 20 века, уже 20 век был на дворе. В небе появлялись яркие кометы. Люди это воспринимали, как и раньше до того, с колоссальным страхом и ужасом. То, что я находил сообщения тех времен в газетах, это Некоторые распродавали имущество и предавались пьянству. Кто-то запасался кислородом, другие были в панике, в поисках ученого или звездочета, звездогляда, который бы успокоил страхи. То есть люди в страхе представляли, а почему не боялись кометы? Потому что комета в небе напоминала меч, она напоминала голову без рук, без ног, с хвостом. Она напугала людей, и она, самое интересное, приближалась и росла в небе. И хвост образовывался. Люди боялись? Возникла такая идея, мысль у людей в простонародье, скажем так, что она хвостом заденет землю. И земля прочь умчится от солнца. И мы все в тьме земли здесь погибнем. Страхи такие, да? А что сейчас? Теперь мы понимаем, комета, кусок льда, небольшой, пролетает рядом. Солнце согревает, образуется хвост, это облака пыли и пара газа. Соответственно, она не угрожает, если она не столкнется. Столкнется. Хочешь сказать? Есть очень маленькая вероятность, что в 2030-х годах с землей может столкнуться астероид Апофис. 300 метров с лишним диаметром. Огромная скорость, удар, может быть, внести катастрофу разрушения. Но вероятность этого так мала, что я считаю, не стоит на это акцентировать внимание всем, чтобы этого бояться. Чтобы насыщать свою жизнь страхом. Она настолько коротка вообще, что жить в страхе перед этим всем, я считаю, это преступление перед собой. Надо торопиться это все увидеть, насладиться и зарядиться. Еще хотел немножко такую штуку прочитать вам. Наш земляк, не нужно далеко куда-то ходить, летать. По этой земле здесь ходил сковорода, философ известный. Он говорил, слушайтесь про человека. Лучше б да было ему преобразиться во злато или во драгоценный камень. Но постойте, он самое лучшее нашел человека. Он преобразуется во владыку всех тварей, в солнце. О, разве солнце и источник есть тоже? Есть. Солнце есть источник света. Источник водный источает струи вод, наповая, прохлаждая, омывая грязь. Огненный же источник ислучает лучи света, просвещая, согревая, омывая мрак. Источник водный водному морю начало. Солнце есть голова огненному морю. Но как же могут сие быть, дабы человек преобразился в солнце, если сие невозможно, как ибо глаголит истина? Вы есть свет миру, то есть солнце. О лицемерах не по лицу судите, а по сердцу. Солнце есть источник. Как же не и человек Божий солнцем? Солнце не по лицу, а по истучающей силе есть источник. Так и человек Божий источающий, изживотворящий струи и лучи, испускающий есть солнце. И не по солнечному лицу, а по сердцу. Вот в этих строчках я примерно вижу, ну не примерно, а то, о чем я вам говорил. То есть он тоже, видимо, к этому пришел. Что солнце излучает, источает и мы. И Амар Хаим писал, вот слушайтесь в строке, просто история последних 100 лет полетов на Луну, запуски ракет и так далее. Псал. О небо, ты бездонна. О небо, ты безгранна. Мы для плоти Вселенной, душа ее и суть. Мы, кому в тайны дано заглянуть. Присмотрись, лучше нас ничего нету в мире. Мы связуем миры, между ними наш путь. Мы связуем миры, между ними наш путь. Он это писал, когда корабли под парусом ходили, открывали новые земли, вы скажете. Я скажу, мы же связали еще один мир, Луну, готовим полет на Марс. Мы дети неба и земли, он говорит. Да, родились здесь и питаемся плодами земли, но все же это дары космоса и звезд, некогда сформировавших эти вещества. И вот можно вот так по-разному интерпретировать. Поэтому я вот считаю, что в преступлениях, когда иногда астрономию в школах не читают детям, например, да, хотя бы немного. Не говорю там, чтобы учитель там грузил их там системой координат. Хотя бы вот основное, чтобы понимание пришло, что есть этот мир, что можно им пользоваться. Ну а что же в будущем, вот мы и люди, да, вот космос, невероятные ресурсы. Просто, колоссально, это же какая энергия. А мы, а мы продолжаем себя ограничивать. Квадратными метрами жилплощади, высотой потолка, объемом двигателя, количеством на счетах и так далее. А Вселенная бесконечна. И там их все бесконечно. Но я верю, что у нас есть будущее. Я видел у нас в Украине ветряки, в Харькове панели солнечных батарей и электромобили. То есть я верю, что все-таки прогресс не остановить, как один из великих сказал. А второй из великих, Циолковский, сказал, земля, колыбель человечества. Несомненно. Но дитя ведь не может жить в колыбели. Космос, наше будущее, когда так угаснет солнце, ну и все, о чем я говорил. И я верю, что там продолжится наша история в будущем. Потому что там обнаружены планеты, невероятное количество. Вот в нашей галактике, только представьте, всего другие галактики. В нашей галактике 400 миллиардов звезд. Оценки разнятся. От 250 до 400. Мы возьмем даже 250, по минимуму. 250 миллиардов звезд от знаменитых Солнца. Солнца 8 планет. Сейчас обнаружено уже больше 3000 планет рядом с нами, в нашей галактике. А вот это все галактика. Кстати, на этом снимке, вот это вот с лучиком, это одна звезда. Больше здесь звезд нет. Каждая пятнышка, каждая точечка, это галактика с миллиардами звезд. Только представьте себе масштабы, да? Вот это все другие галактики. И какие масштабы, какие вообще грандиозные у нас возможности есть. Я иногда спорю, когда мне коллеги говорят, нет, все-таки есть край Вселенной, мы рассчитали, был большой взрыв, видно, как оно расширяется и так далее. Но я говорю, подождите, по факту же мы его еще не видели. Нет, не видели, но он есть. Я говорю, он есть пока у вас в теории. Потому что есть теории также о множественности Вселенной. Что наша Вселенная и большой взрыв, и расширение вот это все, что мы видим, и мы с вами. Что это все вот здесь. А может существовать, могут существовать другие миры. В пространстве Вселенной другие могли происходить большие взрывы. Или же параллельные миры. Сейчас серьезно наука об этом заговорила. Если об этом все задуматься, возникает несколько, может быть, весь наш мир. И все это время, которое нам кажется иногда едит, иногда тянется. Может, это все пузырек в пене у кого-то в бокале. Все это. Потому что мир, невероятные масштабы, время. Вот звезды миллиарды живут лет, человек там достали. Например, чуть больше. Вот когда меня спрашивают про инопланетян, да, тема близкая, ну вообще. Я говорю, подождите, ну, может быть, прилетят. Но я говорю, вы если в лес пойдете, вы с муравейником будете разговаривать? Ну, наблюдать будет точно. Ну, вы посмотрели, сфотографировали и дальше пошли. Сейчас модно взять домой, стала такая штука. Дома их там кормят, они растут, плодятся, наблюдать за ними, пока говорю. А вы скажете, как? Так это вы о похищении инопланетянами людьми? Быть может. Я лично не знаком, музеев таких не знаю. Вот опять же, кстати, о страхе, да. То есть можно бояться, что тебя похитят инопланетяне, космос это страшно, там столько планет вообще, какой кошмар. Есть типы инопланетян, там, биоандроиды, инсектоиды, кражи сосущие какие-то. Морды, серые. Да. А я желаю, чтобы все-таки, если вам посчастливится или нет, встретиться, пусть лучше это будет такой тип инопланетян, есть нордические красавицы. Я не встречал, но говорят высокие девушки. Кто знает? Вот опять же, да, отношение к этому, как к кометам раньше. Пугали, теперь люди ждут, удивляют. Вот, как, например, солнечное затмение. Конец света, термин, это ж оттуда и пошел. То есть кончился свет, солнце стало темным, луна его закрыла. Раз в сто лет бывает, а то и больше. В Харькове, не пропустите, следующее будет 2187 год. Я имел в виду, не пропустите, будут следующие годы в странах и на континентах рядом с нами. Если будете путешествовать, увидите, известно, я знаю конкретно примеры, люди иногда корректируют свой отпуск в течение года. И то место, куда он полетит, где он будет отдыхать с семьей, в зависимости от того, где в следующем году будет на земле солнечное затмение. А может, можно проходить по Канадским островам, где-нибудь в Африке или в Канаде. То есть, и ты можешь себе выбрать, куда отправиться и совместить, да, отдых, путешествие с тем, что ты в небе увидишь чудо, которое в Харькове будет в 2187 году. Вот, мы и космос. Раньше страхи, а теперь погоня за солнечным затмением. А прошло буквально несколько сто лет. И мне говорят, наука там это не нужно, это там пугает или еще что-то. Однозначно помогает. В этом году была очень мощная, опять же, на солнце вспышка, выдрос, ужас, кошмар. От солнца взрывом частицы плазмы в сторону земли. Магнитное поле колеблется, магнитная буря. У нас голова болит, а кто-то радуется. С севера Украины, с северных наших частей было видно над горизонтом. Ну, глазом плохо фотографировали полярное сияние. А туда севернее вообще красота невероятная в небе, эти сполохи. Оно же чем интересно? Оно всегда уникально. Вот это то явление природы, которое не повторяется. Вот как оно сейчас видно, оно больше не повторится никогда. То есть, бывает на севере даже гостиницы со стеклянными крышами. Народ перед сном любуется, засыпает, эта красота любуется. А как это звучит в науке? Иллюминисценция, вызванная бомбардировкой высокоэнергетическими частицами атмосферы Земли. То есть, просто кошмар, ребенок услышит, бомбардировка. То есть, вот такие вот вещи. Полярные сияния, кометы, звездный дождь. То есть, много чего мы боялись. Сегодня люди этим наслаждаются. Сегодня люди этим любуются. Вот. Вот, соответственно, что меня вот привлекает именно в небе, в звездах, в космосе, в астрономии, это то, что это как бесконечный родник. Ты можешь завтра зайти почитать, там будут новые новости, кто новую планету обнаружили, еще что-то. Вот свет, да, вот мы же, если возьмем один кусочек вот здесь, вот сюда наведем телескоп, и спектрограф прибора. Какой отсюда идет свет? Мы увидим, как радуга и линии веществ, поглощение или излучение. Навели вот сюда дальше, увидели кусочек, вот тут на желтенькое, по-другому линии другие вещества. То есть свет, он сегодня нам приносит информацию.